Всем большой привет! Я сегодня хочу показать вам в очередной раз изделие из пухонорки. На этот раз вот такая балаклава. Надеюсь, вам ее видно. Попробую чуть попозже одеть ее на вот этот вот сморок. Сейчас покажу буквально поближе, потом надену, чтобы вы понимали, как это выглядит. В любом случае фотографии тоже есть, но в нашем телеграм-канале оставлю ссылку, чтобы визуально было понятно, как на голове сидит. В общем, вот такая вот вещь. Здесь у меня буквально два моточка. Вязала я в две нитки, две дополнительные нитки. Пока она не достиралась, не такая пушистая, как бывает. Поэтому не удивляйтесь. В целом я лично качеством довольна. Вот наизнанку выворачиваю, тоже показываю вам. Здесь очень плотно получилось. Прикольно, в принципе, она сидит. Здесь у нас резинка. Здесь, в общем, тоже резинка, только вот три к одному. Прям там очень плотное прилегание к голове. Давайте оденем, посмотрим. Вот как могу выглядеть на камере у меня, к сожалению. Вот такое вот облегание вообще получается. Видите, у нас такая манекер не очень свежая. В общем, показать визуально, как она выглядит, можно. Так, смотрите, вот прям вот четко по голове. И вот такой вот слегка небольшой пушок. Ну, думаю, что простирается, еще будет более пушистая, в общем. Так, снимаю. Давайте покажу вам теперь мотки, если вдруг вы не видели. Связано это из пуха норки. Вот такая вот пряжа с синей этикеткой у нас. Вот. Ну, конечно, это не все цвета, которые есть. Я достала там, которые первые лежали, честно говоря. Так, смотрите, вот в моточках она вот такой вот пушистости. Когда вы ее вяжете, трогаете, она еще чуть-чуть раскрывается. Сразу отмечу, что такая тонкость у этой пряжи, что не все одинаково пушистые мотки. Ну, то есть есть более такие лысоватые, назовем так. Есть какие-то более пушистые. Вот. Плюс зависит от того, как вы стираете. Чем больше стираете, тем как бы она более пушистая будет становиться в процессе носки, еще к тому же. У меня ни одно изделие из пуха норки, поэтому могу сказать, что у меня они там не лезут сильно, поэтому... Я не могу никак сфокусироваться уж, извините. Так вот, у меня она не лезет, поэтому давайте здесь тоже попробуем посмотреть. Вот чуть-чуть прям буквально. То есть не такого нет, что из нее прям сыпется. Но опять-таки говорю, честно, бывают разные мотки, к сожалению. И, ну, по-разному раскрывается, по-разному, в общем, пушатся, ну и, соответственно, и лезут тоже. Вот. Но хотя у нас прецедентов особо не было, чтобы прям сильно сыпалось. Так. Цвета разные, повторюсь, у нас все они представлены на сайте. Цель моего, в общем, ролика была просто показать именно вот эту балаклаву, то, как она получилась в две нитки. Вот, собственно, ну и ее пушистость. Описание пряжи я оставлю внизу. Если вдруг вас заинтересовало, переходите к нам на сайт и смотрите оттенки. Ну, либо приходите вживую. Всем пока!